Добрый день, мы продолжаем занятие по прикладной статистике. Напомню, сейчас мы рассматриваем еще один принцип создания оценок, который является ключевым для машинного обучения, если мы со статистической точки зрения к нему подходим, то есть ключевым для статистического распознавания, а именно принцип, который называется байсовская задача распознавания. Мы уже сказали важнейшие его компоненты. Компоненты — это совместное распределение, и из того, что совместное распределение нам нужно для постановки задачи, мы выводим, что обе части, часть объекта Х и часть объекта У, должны нами восприниматься как случайная величина, то есть объект выбирается из генеральной самокупности сразу с обеими частями. И проблема в том, что эта генеральная самокупность должна соответствовать совершенно четко процессу применения этой модели в нашем бизнесе. А, соответственно, если мы от статистического распознавания уходим в машинное обучение, где у нас вместо распределений даны выборки из распределений, то выборка должна репрезентировать именно все в целом совместное распределение. Это очень серьезное требование. Второй момент, который должен в постановке задачи присутствовать, это функция потерь. Мы с вами обсудили две проблемы. Проблему того, что функция потерь должна поддерживать матожидание, то есть все ситуации, в которые мы попадаем, должны быть сведены в одну единицу измерения. И функция потерь на самом деле может иметь разные сигнатуры, что дает нам разные варианты постановки этой задачи. В общем случае, наше множество действий и множество скрытых состояний у не обязаны совпадать. И третий компонент, это наша стратегия, то есть наш классификатор или наша регрессия. В зависимости от того, куда она действует, ее сигнатура стратегии согласована с сигнатурой функции потерь. Но в любом случае мы можем подставить нашу стратегию, функцию потерь и на совместном распределении взять матожидание. Это называется expected risk, средний риск. Это некоторая характеристика распределения потерь на генеральной совокупности при использовании данной стратегии. То есть на генеральной совокупности наших объектов, то есть на нашем процессе применения модели, при использовании данной стратегии у нас матожидание потерь такое-то. Вот это и называется ожидаемый или средний риск. И байсовская задача распознавания состоит в том, что найти стратегию, которая минимизирует ожидаемый риск. Ну и, как следствие, сама стратегия – это арк-минимум риска по стратегиям. Она и называется байсовская стратегия, байсовский классификатор, байсовская регрессия и просто по определению является оптимальной. То есть по самой постановке задачи она оптимальна, потому что именно так определена. Проблемы мы в прошлый раз с вами рассмотрели. И дальше у нас идет вот этот важный прием, когда я могу риск, ожидаемый риск, переписать через матожидание по совместному распределению, переписать как кратное интегрирование или двойную сумму. Понятно, что если у нас дискретные переменные, это суммирование на самом деле, да, это интеграл из Тельтьеса, если это дискретные переменные, это суммирование, непрерывные переменные – интегрирование, но в целом эти формулы и носят общую применимость. И, соответственно, из такого разложения нашей функции риска мы видим, что для каждого наблюдаемого описания х, чтобы найти оптимальное предсказание и до куса звездой, мне достаточно знать функцию потерь и апостериорное распределение. То есть, чтобы для данного х сделать оптимальное предсказание, мне в этом х достаточно знать апостериорное распределение и функцию потерь. Вообще знать совместное распределение при выдаче ответа для данного х не требуется. Можно для каждого х ограничиться знанием. Вообще говоря, если я это способен провернуть для всех х, значит для всех х я знаю условное распределение, это и есть знание совместного распределения. Но обычно я же не прогнозирую сразу для всех х. Мне приходит очередной х и спрашивают, какой там прогноз. И я для очередного х должен что-то высказаться. На самом деле, сейчас в библиотеке по машинному обучению и статистическому распознаванию скорее вернут не кусу звездой от х, а как раз и вернут оценку апостериорного распределения. И дальше для вас становится дополнительной задачей, получив апостериорное распределение и, зная функцию потерь, в итоге принять окончательное оптимальное решение. То есть на самом деле, если мы, например, разберем такую библиотеку, как Scikit-Learn. В библиотеке питоновской Scikit-Learn, которая является такой очень базовой библиотекой по машинному обучению, есть функция, которая называется проб А. Она, кстати, не сразу появилась. Сначала просто было «сделай предсказание». И, в принципе, пользователи, свободные от математики, были рады, что питон что-то прогнозирует. И не надо было вдаваться в математические подробности, что там происходит. Но когда стал вопрос, что вообще-то неплохо бы осознавать, что там питон делает, то, соответственно, на выход классификаторов добавили функцию проб А, которая в дискретном случае, то есть когда у меня space Y конечная, да, да, от 1 до K. Они, собственно, вот эта функция, собственно, и вернет мне апостериорное, ну, оценку апостериорного, да, вернет мне вектор для одного объекта, для набора объектов, понятно, она набор векторов вернет. То есть это все в матричном виде работает в питоне. Но смысл в том, что для каждого объекта возвращается апостериорное распределение. И это апостериорное распределение вы далее используете для того, чтобы уже вернуть оптимальное действие. Понятно, да? Поэтому на самом деле очень полезным упражнением, которое я вам на дом и задаю, является следующее по функции, то есть дано апостериорное распределение. Ну, то есть в питоне традиционно дано то, что возвращаясь в питоне, функция проба. Дана матрица потерь. В простейшем случае это именно матрица потерь. Почему? Потому что у меня, да, вот чтобы эту штуку в дискретном случае написать, я должен как это переписать? О со звездой от х равно сумма по действиям ну только аргмин я забыл, никто меня не предупредил, я забыл аргмин. Аргмин по действиям сумма по возможным скрытым состояниям L, Y, ну X тоже никто не мешает подставить, он тут есть. То есть никто вот так не мешает сделать. На PY. Понятно, да, что я написал? Это на самом деле вот то же самое написано, но при использовании оценок, которые вернул наш классификатор. соответственно вот из этого у меня выпадает оптимальное действие. Собственно, в конкретной точке X L L это матрица. Понятно, да? Вообще говоря, если L от X вообще не зависит, да, если потери не зависят от части X, то L это просто постоянная матрица, да, это матрица число классов на число действий. Если же и в классике, как вы помните, да, в базовой постановке, да, в простейшем случае L у меня, как вы помните, от Y и Y с крышкой. И соответственно, тогда это просто то есть матрица K на K. Да? Но вообще говоря, оно может быть, да, вторым аргументом может быть A, тогда матрица становится прямоугольная, но постоянная. Либо у нас все три аргумента, и тогда эта матрица является функцией от X. Понятно, да? То есть при разных X-ах потери разные. Но в любом случае, чтобы по объекту принять окончательное решение, да, выбрать оптимальное действие для данного объекта, вам нужно иметь апостерерное распределение E и в этой точке, в той точке X, которую мы изучаем, вот иметь эту матрицу потерь. Понятно, да? Вот полезное упражнение собственно scikit-learn дополнить этой функции. С регрессией это сложнее, с регрессией получается, что я функцию должен непрерывно добавлять, но с регрессией это тоже очень можно сделать, но там уже вам обычно scikit-learn не отдаст апостерерное распределение в явном виде как функцию. Там в зависимости от модели это добыть можно, но общего интерфейса к этому априорному распределению как функции, которая везде плотность, посчитает, в общем случае scikit-learn этого интерфейса не предоставляет. И соответственно, менее, ну, можно, но с меньшей применимостью scikit-learn это делать для непрерывных задач, то есть для задач регрессии. А вот для классификации сам Бог велел обогатить scikit-learn такой функцией. Почему в scikit-learn до сих пор этой функции нету в готовом виде, я не знаю. То есть scikit-learn вообще не имеет понятия функция потерь. Да? Как бы. Поэтому, поскольку нету общего понятия функция потерь в scikit-learn то, видимо, и нету функций, которые как аргумент функцию потерь примут. scikit-learn работает только на предсказание вот этого кусочка. Вот так в своей основе scikit-learn занимается предсказанием вот этого. А дальше вы спросите меня, а как же потом работает функция предикт? Да? То есть собственно scikit-learn же умеет возвращать кусок звездой от x. Но без l это действие не имеет смысла. На самом деле программисты в разные классификаторы, в разные регрессии просто зашили предполагаемую самую популярную функцию потерь. И вы как бы даже лишены права голоса получаетесь. Вот какая-то такая проблема, то есть он сделает предсказание, но вас не спросили с какой функцией потери он это сделает. Окей. Ну и здесь мы вводим такой термин, что модели статистического распознавания или машинного обучения, которые в явном виде возвращают нам апостериорное распределение для наблюдаемого описания х называются дискриминативные. То есть модель машинного обучения или модель статистического распознавания называется дискриминативной, если она в явном виде по наблюдаемому описанию х способна вернуть оценку апостериорного распределения. Ну и собственно, как вы понимаете, в библиотеках сейчас как минимум от моделей ждут, что они дискриминативные, чтобы потом их вставить в более такой широкий контекст применения. Теперь давайте обратим внимание, что сама эта постановка задачи имеет определенные связанные с ней свойства. То есть не важно, как вы собираетесь учить классификатор, не в этом дело. Дело в том, что есть задача и у самой задачи есть теорема. Не важно потом, каким моделью мы будем эту задачу решать. Ну вот пример такой очень полезной теоремы я вам приведу. Здесь как бы уже вывод из ее использования. Давайте сформулируем саму эту теорему. Как вы поняли, у нас наличие совместного распределения означает в частности, что есть у меня вот это апостериорное распределение. Да? В частности, если у меня задача классификации, то у меня вот это апостериорное распределение E, то P от Y в точке X равно X это точка в пространстве 0,1k. Более того, это стахастический вектор. То есть, понятно, что вот это P1 Pk это стахастический вектор. То есть, неотрицательный в сумме дающий единицу величины. на самом деле, первый шаг, который понятный, что, например, в задаче классификации у нас теоретически, сейчас даже не важно, как я собираюсь решать, не важно, как я эту величину оцениваю, сам факт, что в природе каждому наблюдаемому описанию X соответствует вот такой стахастический вектор. Далее, как мы сказали, что если у меня есть вот эта матрица L, в этой задаче L это матрица. Если я рассматриваю такой вариант, в принципе, и при других X-ах эта матрица, если я отдельно действия рассматриваю, это все равно матрица. Так вот, просто уже теорема из методов оптимизации. Смотрите, довольно очевидно, что да, Q со звездой разбивает пространство вот это P1, на зоны предсказания. то есть у меня вот это пространство, вот этот, ну, это на самом деле симплекс. Да, вот мы математически, вот эта штучка, тот факт, что это коммерный стахастический вектор, означает, что это, на самом деле, симплекс, ну, размерности на единицу меньше. Да, то есть если у меня три класса, на самом деле это треугольник на плоскости. Если у меня четыре класса, то это тетраэдер там в трехмерном пространстве, да. И вот, соответственно, это пространство, например, для трех классов, этот треугольник на плоскости просто разбивается на три зоны. Каждая зона это оптимальное предсказание. Теорема. Эти зоны должны быть выпуклыми. Все эти зоны выпуклые. То есть там не бывает оптимальное разбиение, оптимальный байсовский классификатор, не умеет разбивать вот этот треугольничек на плоскости на преусбольные там три зоны. Он обязан их всегда на три выпуклые зоны разбить. Это теорема, которая, ну, непосредственно следует из теории, из методов оптимизации. Там двойственную задачу пишем и, да, собственно, как вы поняли, здесь получается задача практически линейного программирования, когда у нас тут матрица. Окей. Из этого, да, вот, да, то есть уже смотрите, там, не важно, как я решаю, это свойство самой задачи. Оптимальный байсовский классификатор здесь обязан нам вот эти пространства разбить на выпуклые зоны. То есть каждому классу при оптимальном прогнозировании соответствовать должна вот в этом пространстве вероятности выпуклая зона. из этого мы на самом деле немедленно сыпятся некоторые прикладные знания. Представим себе, что у меня в компании разработана система, ей показывают картинку с цифрой, она предсказывает значение цифры и утверждается, что это именно байсовский классификатор, да, то есть оптимальные окей. Причем для какой-то функции потерь, да, функция потерь могла бы быть другой, да, могла бы. Ну, для какой-то функции потерь у меня построен байсовский классификатор оптимальный. Теперь мне сдали поручение, компании нужно разработать систему, которая по той же самой картинке распознает четность цифры. Понятно, да, задача? Вася Пупкин, сотрудник компании, предложил следующее, но я же могу по картинке распознать цифру. Давайте просто верну четность того, что я предсказываю как цифру. Как мы комментируем такое предложение Васи Пупкина? Ну, видимо, это уже не оптимальный байс. Почему? Потому что он может скорее всего не выплавить. Да, у меня было 10 выпуклых множеств. Вася Пупкин предложил 5 склеить и 5 других тоже склеить. Но объединение выпуклых множеств вряд ли откажется выпуклом множеству. Соответственно, в общем случае мы должны ожидать, что такое склеивание не может дать оптимальный классификатор. Понятно? Ага. то есть на самом деле получается, что если я буду грубо говоря вот эти границы между классами рисовать, вот мой классификатор, я буду рисовать как границы между классами, оказывается, во второй задаче границы пойдут не так, как они пошли в первой задаче. то есть допустим, чтобы я различал единицу и двойку, как-то между картинками шла граница. Но выяснится, что если я хочу различать четные и нечетные числа, то эту границу имеет смысл как-то по-другому повести. Немножко неожиданно, потому что так навскидку, казалось бы, научился распознавать цифры, все, научился все свойства цифр распознавать, а нет. И сама математика со своими теоремами нам эти факты дает. Далее давайте немножко обратимся от статистики все-таки к машинному обучению. В машинном обучении у меня вот этой функции средний риск. Не могу я ее в лоб посчитать, потому что я не знаю совместное распределение. однако то есть вот это совместное распределение оно есть, но не дано. то есть тот факт, что оно есть, то, что мы развод x и y распределяем как две случайные величины совместно распределенные, вот это все есть, и все требования к этому остаются. Просто мы не знаем его в явном виде. Что дано в машинном обучении? Дана выборка. Дана обучающая выборка. То есть на самом деле скорее всего имеется в виду следующее i i d random sample from вот это самое journey distribution. вот что предполагает машинное обучение, что из этого совместного распределения дана простая выборка. Ну то есть эта простая выборка репрезентирует все совместное распределение, а не какие-то отдельные его классы, да, это очень важно. То есть я предполагаю, что события именно так развивались. Тогда R от Q это мотожидание. ну давайте я так напишу обучающая дробь контрольная. Пока что просто дана выборка R от Q это мотожидание. среднее, sample mean, как мы знаем, это по разным самым принципам, это на самом деле очень хорошее, точно что не смещённое оценкам от ожидания. соответственно, величина R с крышкой от Q равная единице на N сумма I равно от 1 до N L loss в точке Y и Q от X и называется эмпирический риск. И на самом деле это просто sample mean по нашим потерям. и это эмпирический риск. Называется эта штука эмпирический риск. И это просто оценка мотожидания. Вот такая сумма вполне нами может восприниматься как оценка на вот этой выборке вот этого мотожидания. Из этого две важнейшие идеи сразу извлекаются нами. Первая идея. Я хочу оптимизировать вот это мотожидание, но не имею к нему доступа. Вот эту штуку я воспринимаю как оценку вот этой штуки. А давайте-ка я буду оптимизировать вот эту штуку. И вместо R от Q к минимуму по Q я вот подмену делаю. Я пишу R с крышкой от Q к минимуму по Q на обучающей выборке. Это называется так и называется задача оптимизации эмпирического риска. так это и называется задача оптимизации эмпирического риска. И собственно именно задача оптимизации эмпирического риска является ключевой для машинного обучения. То есть если мы находимся в рамках статистики, в статистическом распознавании у нас байсовская задача распознавания, где дано совместное распределение. Если же совместное распределение не дано, но дана выборка из него, мы от ожидания подменяем выборочной оценкой. Оценкой на выборке. И задачу оптимизации среднего риска подменяем задачи оптимизации эмпирического риска. Задачи эквивалентны? Ну на каждой выборке это другая задача. Никто не утверждает, что вот этот Q совпадет с этим. В общем случае как раз даже совсем не совпадет. И как вы знаете, есть особенности. Этот Q учится под конкретно обучающуюся выборку, какая нам попалась. Если бы нам попалась бы другая обучающая выборка, он бы сместился в другую сторону. И так далее. То есть сейчас там ряд проблем, в которые пока что я не хочу лазить. Но понятно, что это не эквивалентная замена. Но это то, что мы можем сделать. И соответственно вот тот курс, который вы учили по машинному обучению, там базовые задачи, которые учили. Обучение классификатора или регрессии по обучающей выпуске заключалось ровно в решении этой оптимизационной задачи, где у нас Q принадлежал какой-то модели. То есть у нас было какое-то семейство алгоритмов, и в этом семействе алгоритмов мы искали стратегию, минимизирующую эмпирический риск. Однако из этого мы должны сделать и второй вывод. Если это точечная оценка, то вообще это прилично точечную оценку без характеристик качества считать. Ну, по крайней мере на ВМК это прилично. Давайте у всяких дошкольных учебных заведениях я не буду спрашивать, но на ВМК неприлично обсуждать оценки без их характеристик качества. Соответственно, эта точечная оценка безусловно имеет стандартную ошибку, эта точечная оценка безусловно может быть превращена в интервальную, для этого мероприятия безусловно можно рассматривать интервальную оценку, и все это нужно делать. Стандартная ошибка, доверительный интервал, все это очень даже существует и должно вами в отчетах приводиться. И тут возникает тот момент, что если у меня Q уже построено, у меня уже на соревнования принесли например несколько Q, то когда Q построено и у меня есть какая-то выборка, в принципе я могу брать самые разные функции потерь, и получить на самом деле, если возьму 5 функций потерь, получу 5 характеристик качества. И вот эти штуки как раз и есть те самые показатели качества, то что называется по-английски performance metrics, ну и по-русски неаккуратно иногда переводится как метрики в машинном обучении, да, статистики они конечно показатели качества. Но вот тут, как мы знаем, есть проблема, что результаты полученные на обучающей выборке и результаты полученные на какой-то другой, независимые от обучающей выборки, в машинном обучении ее принято называть контрольной выборкой, они будут разными. Ну и соответственно результаты полученные на обучающей выборке называются просто resubstitution risk, ну или loss, да, а ну другие там соответственно результаты на контрольной выборке это какие-то такие независимые от обучения оценки качества. Конечно же считается, что проводить соревнования надо на выборке независимой от той выборки, на которой мы обучались. Это согласность этой идеи. Окей. Ну и давайте, если уж так чуть-чуть время потрачу, соответственно, обычно, как это выглядит. Я даю обучающая выборка, вот у меня есть там S штук соревнующихся, соответственно, я получаю Q1, Q2, Q3, там и так далее, QS. Вот у меня в соревновании на одной и той же обучающей выборке принимают участие S команд. и, соответственно, мне было сдано S стратегии. Я на валидационной выборке получаю несмещенные оценки, потому что, если я проведу оценивание на обучающей выборке, я получу смещенные оценки качества. Поэтому мне нужна вторая выборка, независимая от обучающей, она называется валидационная, но в зависимости от того, какую книжку вы читаете, если книжка математическая, то здесь будет валидационная, если книжка инженерная, то наоборот, здесь будет контрольная выборка, да, и, соответственно, вы получаете R с крышкой от Q1, R с крышкой от Q2, но именно на валидационной выборке, то есть у R с крышкой надо говорить над какой он выборки, да, R с крышкой от QS, проводим соревнования по R с крышкой, Q со звездочкой равно ARCMAX от I, R с крышкой, ну не I, наверное, какой-то там еще буковка T, вот QT, у меня не совсем аккуратно тут написал, ни ARCMAX, ни по T, а по QAT, да, напишу, то есть, среди участников выигрывает тот, у которого вот эта оценка лучше, что происходит, я сейчас все равно проводил выбор, я получил смещение под валидационную выборку, контрольная, выборка, и я уже считаю R с крышкой 1 от Q звездочка, то есть, уже всевозможные изучаю, все, я победителя выбрал, но теперь мне нужно победителя всесторонне изучить, ну и какое-то там ну, не знаю, дубль бы я в это да, я с нескольких точек зрения я изучаю своего победителя и в отчет идут эти характеристики, вообще говоря, наверное, это интервалы, интервальные оценки уже, в идеале это интервальные оценки, тут тоже в идеале оценки-то мы воспринимаем как интервальные соревнования надо провести именно то есть, какое у меня условие в соревновании этом, понятно, что если я эти вещи как числа получу, я их могу отсортировать, но на самом деле это не числа, да, это оценки с качеством, поэтому на самом деле я хочу проверять гипотезу, да, равно-не равно, то есть, в реальности по-хорошему, я проверяю на этой выборке гипотезу, могу ли я уверенно заявить, что один лучше другого, или недостаточно разницы между двумя классификаторами, чтобы утверждать, что один лучше другого, у нас будет проверка гипотез, сейчас же, следующей темой, и там, собственно, в том числе будут такие гипотезы, поэтому по-хорошему, когда я провожу соревнования, я должен осознавать, но в общем-то возни-то много, а понятно, что если я кого-то одного должен выбрать, я выберу того, который дал мне наименьший средний штраф, а по-хорошему просто можно сказать, что другие, вот насколько далеко были другие, да, можно ли утверждать, что другие были принципиально хуже, вот здесь уже статистика заиграет дополнительно, окей, если мы уйдем в инженерную книжку, валидация и контроль проводятся в другом порядке, поэтому надо обращать некоторое внимание, что люди называют валидацией, что люди называют контролем, потому что в бизнесе валидацией называют нечто, что уже проходит на введенных в эксплуатацию моделях, да, и скорее всего там уже валидация это вот какой-то такой процесс, то есть про валидации в бизнесе как раз называется вот это всестороннее рассмотрение, такое многокритериальное рассмотрение конкретного вводимого в эксплуатацию решения. окей, давайте тогда с вами быстренько поймем следующее, что из постановки задачи точно так же, как я сказал, на самом деле автоматически следует, что функция потерь средний риск и оптимальная стратегия просто математически взаимосвязаны. Если вы назвали функцию потерь, автоматически мы знаем, что такое средний риск и что такое оптимальная стратегия. Но точно так же, если вы назвали мне риск, то я понимаю, какой нужен функция потерь, чтобы такой риск был, то есть матоматожидание чего это было. И соответственно опять-таки оптимальная стратегия. То есть получается, что вы не имеете свободы отдельно выбирать функцию риска, отдельно выбирать функцию потерь. Вы выбирая или отдельно выбирать оптимальный классификатор отдельно от функции потерь. Применить любую функцию потерь к любому классификатору вы можете, но если вы занимаетесь оптимизацией, то у вас намертво связаны вот эти три сущности, поэтому изучаем мы просто синхронизированные строчки. Уж если я выбираю, я выбираю всю строчку целиком. И важнейшие случаи, наиболее распространенные в образовании и на практике случаи следующие квадратичные потери. Квадратичные потери. То есть я говорю, что у меня у и у с крышкой это числа вещественные и функция потерь это у с крышкой минус у квадрата. Автоматически матожидание квадратичных потерь это среднеквадратичные потери. По-английски mean squared m mse. То есть автоматически мы с вами должны понимать, что эта штука будет mse. в инженерной терминологии mse это одна из самых знаменитых метриков. То есть для нас это, конечно же, один из показателей качества. Давайте с вами зададимся вопросом вкуса звездой в данном конкретном случае чему дано равно. То есть мне да я знаю пастериорное распределение в точке х. Я знаю что l равно y с крышкой минус y в квадрате. Автоматически из этого я знаю да вот из этого автоматически я знаю что риск это min squared error ну тут безальтернативно да squared error превращается в отожидание squared error. Но вот из этого я хочу вывести чему равно кусу звезды. дано пастериорное распределение дана функция потерь а именно квадратичная ошибка спрашивается какое оптимальное предсказание я должен сделать. Коллеги ваш ход вариант первый вы в бакалавриате помните какой вам дали ответ на этот вопрос вариант второй вы быстренько аналитически буквально в две строчки решаете эту задачу оптимизации в любом случае я где-то в течение минуты вполне надеюсь от вас получить этот ответ. Понятно да что я от вас хочу никто не отменял того вещь что ку со звездой вот х равно арк максимум по у с крышкой интеграл по у от минус бесконечности до плюс бесконечности l ну давайте сразу напишу у с крышкой минус у в квадрате плотность у при условии что х равно х д у что конечно справедливо ну и оно просто будет называться при каком распределении вот при этом то есть это действительно вы правильно вспомнили отсюда однозначно выпадает что оптимальное предсказание равно а пастериорное мотожидание то есть да это мотожидание у при условии х равно х от собственно этого самого у мотожидание совершенно справедливо апостериорное мотожидание замечательно на самом деле просто чтобы вы понимали это действительно легко получается традиционная у нас история беру производную по у с крышки приравниваю нулю из этого автоматически вываливается данное утверждение так следующая знаменитая пара ну тройка да следующая знаменитая строчка этой таблицы то есть снова тройка у нас в качестве функции потерь выступает модуль разности это называется absolute error соответственно кто бы мог подумать риск называется min absolute error а соответственно от вас я надеюсь что вы вспомните оптимальную стратегию медиана медиана а постерьерная медиана третий важнейший пример это индикатор ошибки 0.1 лоз индикатор ошибки так ну понятно да о какой функции потери я говорю если y с крышкой не совпал с y то у нас единичка если y с крышкой совпал с y то 0 вам привычнее всего эта ситуация для дискретных y то есть когда это задача классификации но в принципе математика не против на эту задачу смотреть и в непрерывном случае так как в этом случае называется средний риск вероятность ошибки да конечно же это вероятность ошибки по английски это как называется error rate и оно же если я это делаю из единички вычту наоборот вероятность успеха как называется accuracy да если бы у меня был бы индикатор успеха то соответственно я бы получил здесь accuracy это вот собственно вероятность ошибки это единица минус вероятность успеха вот оно знаменитое accuracy но для в первую очередь конечно этому привыкли для задач классификации так оптимальная стратегия мода наиболее совершенно верно мне нужно выбирать наиболее вероятное значение наиболее вероятное значение распределения называется его мода апостерерная мода а значение с наибольшей вероятностью апостерерная мода но этот случай настолько массовый настолько везде прошит намертво будете прыгать просить поменять функцию потерь вам библиотека не даст что у него есть еще другое имя м ап максимум апостериори помните у нас среди принципов оценивания был такой принцип выбрать максимальную апостериорную вероятность выбрать значение е имеющее максимальную апостериорную вероятность вот в данном случае это как теорема выпадает из байсовской задачи распознавания уж коли я беру индикатор ошибки в качестве потерь автоматически оптимально для меня будет выбирать максимальная да максимизировать апостериорную вероятность это автоматом у меня получается уже не просто ну можно так сделать а можно и по другому но вот эта строчка она автоматом вся провязана у школи индикатор ошибки автоматически и другая то есть как если вы хотите оптимизировать error rate на генеральной совокупности или да вот то же самое то есть вы берете всю строчку целиком и получаете это значение здорово окей так давайте давайте теперь я немножко на доске дальше попишу потому что тут важнее именно чтобы вы привыкли к тому как этот вывод происходит и так что мы с вами узнали что у меня вот эта формула эмпирический риск вот эта формула эмпирического риска как просто средние потери на выборке я вот к этой формуле пришел воспринимая ее как оценку среднего риска как оценку от ожидания и соответственно если я в задачах оптимизации занимаюсь на обучающей выборке минимизации этой суммы то собственно я говорю что я подменил оптимизацию среднего риска оптимизации оценки среднего риска да но к этой формуле можно прийти и другим путем и об этой двойственности вы должны знать и вот тут как бы есть прямой путь из мат статистики к этим формулам не надо придумывать байесовскую задачу распознавания можно пойти например от принципа максимального правдоподобия давайте я с вами как положено это делать в теорвере и статистике введу модель но модель введу именно для апостериорного распределения например я предположу что переменная у то есть если мне достался объект у которого первая часть описания это вектор x если мне достался объект у которого первая часть описания это вектор x то его вторая часть пускай это числовая часть, пускай это задача регрессии, вторая часть у – это числа. Пускай его вторая часть – это случайная величина, имеющая следующее распределение. То есть она, модель следующая. Я беру скалярное произведение какого-то вектора параметров w, w – это веса, беру какой-то вектор весов, скалярно умножаю на вектор наблюдаемых описаний, получаю число, и к этому числу прибавляю нормальное распределение. То есть я говорю, пускай у меня ε распределены стандартно, прошу прощения, просто нормально, с нулевым от ожидания E и какой-то дисперсией σ². Ну или другими словами, иначе говоря, я могу вот так написать, иными словами я могу сказать, что y распределено нормально, с мат ожиданием w, t, x и дисперсией σ². Согласны, да? Понятно, что я наделал? Это я придумал такую модель, что если у объекта наблюдаемое описание x, то y у него будут распределены вот так. То есть это на самом деле некоторая модель апостериорной вероятности в точке x. Да? Вообще говоря, я мог бы сюда добавить историю, как в природе x появляются. Например, а x тоже распределен равномерно на каком-то отрезке. Но я сейчас этого делать не буду. То есть я не буду задаваться вопросом, как в природе возникают x и как они распределены. Я задался только вопросом, как распределены y при заданном x. И дальше я хочу по x предсказывать y. Я хочу по x предсказывать y. Методом максимального правдоподобия. То есть я хочу найти w. Методом максимального. Найдите w по принципу максимального правдоподобия. Найдите мне w по принципу максимального правдоподобия. Понятно, что я задумал. Я совсем в другой принцип ушел. Но для этого я некоторую параметрическую стахастическую модель ввел. Окей. Помните вообще, как этот принцип работает? Шаги этого принципа. Значит, шаг 0. Ну давайте 0,1 штрих. Это модель распределения. 0,2 штриха. Это модель как бы random sample какой. Из этого один я выводил likelihood. То есть распределение на выборках. второе ставил, собственно, саму задачу likelihood к максимуму. По параметрам. Да? То есть вот из Тиарвера благодаря теории вероятности из модели распределения на генеральной совокупности и понимания того, что именно я считаю, по какому стратегии я брал случайную выборку, я могу вывести правдоподобие. Принцип максимального правдоподобия дальше говорит, окей, просто ставьте вот такую задачу оптимизации. Да? Соответственно, решение задачи, решение задачи оптимизации дает нам оценки. Вообще там есть следующий шаг. Это качество оценок. Да? Только вообще-то неплохо бы еще обсудить ту стандартную ошибку или получить оценки как интервалы. Это тоже все было бы неплохо. Но поначалу давайте хотя бы до пункта 3 дойдем. Поехали. Я с вами договорился, что считаю, что мне объекты достались независимо. Тогда мое правдоподобие. То есть пускай у меня иксы зафиксированы, иксы я двигать не могу. Меня волнует только правдоподобие игреков. Да? То есть я такое пришел лайк или худ для игрек 1 игрек 1 при том, что иксы там не уже дали. То есть считаю, что иксы двигать нельзя. Иксы какие достались, такие достались. Но при этих иксах мне могли достаться разные игреки. Я хочу оценить правдоподобие набора игреков, зная иксы, ну и зная, конечно, параметры. То есть на самом деле, что тут аргументами будут? Тут будет у меня аргументами выборка, причем с метками, да, выборка, причем такая, выборка с метками. Ну и все параметры. В данном случае это у меня W и сигма квадрат. Согласны, да? Ну окей. Чему эта штука равна? Мы тут договорились, да, что у нас IID simple. Где-то было у нас договорено, что у нас тут IID simple. Значит, чему это дело равно? Произведение от 1 до M плотности, но в данном случае распределение непрерывное, поэтому я должен перемножить плотности. Произведение от 1 до M PDF YI при том, что X равно XI, да? Ну поехали. Произведение EI равно от 1 до N единица делить на корень из 2 и сигма квадрат экспонента минус 2 сигма квадрат в знаменателе. Ну давайте я даже через Q сразу запишу, чтобы это быстрее было. Q от X и минус Y и квадрат. в данном случае Q равно просто как вы догадываетесь. В нашем конкретном примере вот это собственно я обозначил мое предсказание. то есть на самом деле заметьте пока что на полях я вроде как собираюсь предсказывать мотожидание этого распределения. Из того факта, что я собрался тут предсказывать мотожидание нету ли у вас подозрений что отсюда вывалится какая-то функция потерь. Я собрался предсказывать мотожидание Y при данном X. Нету ли у нас подозрения что я на самом деле знаю эту строчку целиком. Осталось только математически эти подозрения обосновать. Давайте мне это дело нужно к максимуму в данном случае по W. В принципе никто мне здесь не мешает написать и Сигма квадрат потому что она тут будет бесполезна. Поехали! Давайте для простоты я просто это дело хочу продифференцировать по W. W. Собственно я что тут должен найти? W должен найти, Но давайте я по нему продифференцирую нулю приравняю я человек простой легче прологарифмировать давайте прологарифмируем логарифмическое правдоподобие равно сумма и равно от единицы до n шаг первый минус одна вторая логарифм 2 π сигма квадрат и минус вот эта дробь окей я не противник принимается логарифмическое правдоподобие и его хочу максимизировать ну скажем по W ну настал момент брать производную этого дела так вот эти слагаемые перестают быть мне интересны меня волнует эта штука и соответственно минус 2 W X так сумму только никто конечно не отменял так я даже не хочу дифференцировать на самом деле я хочу чтобы вы увидели следующее что эта задача эквивалентна вот этой задачи вот мне собственно достаточно было этого и вот она на самом деле без всяких без всяких разговоров о функциях риска у меня именно из применения принципа максимального правдоподобия выпало при такой модели предложение оптимизировать вот такую сумму но это ровный есть эмпирический риск при функции потерь равной squared error то есть смотрите это оказалось провязанным я вообще не говорил о функциях потерь и там о функции риска но я выбрал некоторую модель задавшись вот некоторым распределением и из выбора распределения распределения чего ошибки то есть я сказал что у связано с x не точно а случайно и эта связь имеет нормальную ошибку из этого факта у меня просто выпало что я должен снова записать эмпирический риск с ошибкой squared error и заниматься его минимизацией на этой выборке я пришел к той же самой формуле то есть этим и вот это я собирался минимизировать и тут я попал точно к тому же самому обратите внимание что на самом деле в данной задаче сигма квадрате просто выпало неважно какое оно мы просто договорились что во всех точках оно одно и то же но для получения W для оценивания W или если бы здесь какая-то другая функция была для оценивания параметров этой функции даже оказалось неважно чему именно равно сигма квадрат оно тут просто выпало из этих выборов вот как бы совершенно другой путь к той же самой задаче оптимизации соответственно когда мы решаем в классическом машинном обучении задачу ну там классификации или регрессии мы типично решаем вот такую историю выборочный эмпирический риск то есть средние потери на обучающей выборке надо минимизировать но к этой истории мы можем прийти двумя принципиально разными путями сказать что это записанные оценки среднего риска или сказать что это это же самое дело выпало у нас применением к какой-то стахастической модели принципа максимального правдоподобия и там и там мы задаемся вопросом найди мне оптимальную стратегию ку но принцип на самом деле нельзя сказать что такое уж эквивалентная история тут мне в голову не приходило писать каких-то стахастических моделей такого вида тут мне в голову не приходило что даны какие-то потери вот тут потери была часть задачи но никакой стахастической модели как части задачи не было вот тут наоборот частью задачи была стахастическая модель но никакая функция потерь не была частью задачи но мы вылетели в одно и то же в итоге мы сказали что надо решить одно и то же можно ли эти задачи назвать эквивалентными вот на первом этапе когда мы ставили байсовскую задачу распознавания или ставили вот эту задачу на принцип максимального правдоподобия. Вроде тут они совсем разные истории, были разными словами. Но эти две разные истории свелись к одному и тому же. И далее, тогда мы понимаем, раз эти две истории свелись к одному и тому же, то мы о результатах первой истории можем рассуждать так же, как о результатах второй истории. И снова у нас тут всплывает, что на это дело можно смотреть, как на применение машинного обучения к этой срочке. Но можно сказать, что и нет, потому что тут ни о каких функциях потерь изначально не говорилось. Оно тут само выплыло. Поэтому есть два образа мышления. В одном образе мышления мы просто с заказчиками обсуждаем функции потерь. И можно брать какие-то функции потерь, в том числе связанные с бизнесом, как там люди зарабатывают деньги. Это одна история. Это с одной стороны можно пойти. С другой стороны, мы можем именно говорить, что есть некоторое преднаше стахастическое, статистическое предположение о связях переменных. И тогда мы просто обучаем параметры этих связей. И опять-таки вот две разные истории. Но, как ни удивительно, в итоге программист будет решать одну и ту же задачу. Так, в оставшееся время мы с вами давайте сделаем еще одну строчку и уже в этой второй диалоге. То есть в эту таблицу я хочу добавить еще одну строчку. Но ее легче уже будет получить в рамках того, что я придумал. Так, у меня есть важнейшая задача оценивания вероятности. То есть какая у меня история? У меня история следующая. Есть монетки. Вот когда я смотрю на монетку, я вижу ее наблюдаемая часть х. Ну, например, х – это фотография монетки. Да? Но у монетки есть вероятность выпасть решкой вверх. Да? Ну, соответственно, идея. То есть монетки имеют две характеристики. Наблюдаемая, ну, например, это фотография монетки. И скрытую характеристику. Это именно вот меня волнует, там, вероятность того, что монетка выпадает той или иной стороной. Монетки разные. У них разные фотографии, разные вероятности. То есть в природе с самыми разными вероятностями могут встречаться мне монетки. Соответственно, ну, именно в задаче логистической регрессии считается, что х – это вектор числовой. Ну, п, очевидно, это вероятность из-за отрезка 0,1. Из этого пространства мне достался набор монеток. Из какой-то генеральной совокупности мне достался набор монеток. Проблема тут, как бы, дальше события могут развиваться как? Если я эти вероятности вижу, окей, здорово. Но вот проблема в том, что, а если я их не вижу? В любом случае, я считаю, что есть какая-то связь, да, есть какая-то связь, что п, то есть тут у меня есть, вот модель стахастическая, что п, я как-то, какая-то есть функция от х. Давайте с вами придумаем какую-то полезную функцию. А это прям строгая функция? Сейчас я ограничусь тем, что да, ничем тут шуметь не буду. То есть п – это вот прям детерминированная функция от ха без всякой дополнительной случайности. Давайте придумаем какую-то функцию. Если х принадлежит, то я, конечно, хотел бы вот типично, да, самая простая, что-то функ. Все параметры заключаются в том, что я просто скалярно хочу на какой-то вектор весов х умножить, который, этот вектор весов, един для всей модели. Давайте, моя проблема в чем? Вот эта вещественная ось, вот эта штука принадлежит вещественной оси, а вот эта штука принадлежит отрезку 0,1. Какие разумные тут я фразы. Хочется, в принципе, кажется разумным, чтобы с ростом этого числа росла вероятность. И когда это число растет от минус бесконечности до плюс бесконечности, мне бы хотелось, чтобы результат этой функции рост от 0 до 1. Какие у нас есть кандидаты? Откуда такую функцию можно найти? Где такую функцию можно найти, чтобы она себя вела так? Вот у меня аргумент дубль ВТХ растет от минус бесконечности до плюс бесконечности, а функция худо-бедно растет от 0 до 1. Ну это я прям сегмоиду нарисовал? Что вы словом сегмоида называете? Для вас слово сегмоида это какая-то конкретная математическая сущность? Ну почему нормальная? Любая функция распределения нам годится. На самом деле, любая функция распределения, любая CDF обеспечивает наши пожелания. Да, то есть, в принципе, я могу взять любую функцию распределения и сказать, да, что P равно CDF какая-то конкретная, да, могу задаться какой-то конкретной функции распределения, но какой хотите, в принципе. Вот. Я получил конкретную функциональную связь. Здесь параметры я настраивать не собираюсь, хотя мог бы, но пока не собираюсь. То есть, внутри этого могли бы быть параметры у этой функции распределения. Вообще, ради бога, могли бы, да, но я не собираюсь этим заниматься. Будем считать, что вот это W ограничивает набор параметров, которые я тут собираюсь настраивать. Так. Если бы... Да, но где-то вот эта связь... Я собираюсь... Значит, в чем моя проблема? Я вот эти штуки не вижу. Но я могу себе позволить сделать следующее. Разрешается... Все монеты подкинем один раз. Подбросим. Разрешается сделать следующее. Все монеты подбросим один раз. Считается, что это происходит у них независимо. Получится Y1 и так далее Yn. Это результаты подбросов. То есть, они... Эти штуки принадлежат Орел-Решка. Ну, можно, собственно, там, наше-чужое, да, там. Я не помню, я заявил, что P соответствует вероятности Орла или вероятности Решки. Никто не запомнил, да? Ну, логику вы поняли, да, что вот то, чему P соответствует, то единичка. Уже забыли. Ну, пускай так, чтобы все привыкли к 0,1. Давайте. То есть, будем считать, значит, какое распределение конкретно, вот если рассмотреть случайные величины Y1 и Yn, у них какое распределение? Однократное подбрасывание монеты. Какое имеет распределение? Бернулик, конечно же. Да? Вот однократное подбрасывание монеты имеет распределение Бернулик с соответствующей вероятностью. Так. Дальше я хочу оценить дубль В. Если бы у функции распределения были бы параметры, то их бы хотел бы оценить. По методу максимального правдоподобия. Я не вижу P, но вижу Y. И моя случайность затесалась в Y. Функцию правдоподобия выписываем. Модель я рассказал вам. Я рассказал, что выборка будет простая. Пора писать функцию правдоподобия. Я ввес внимание, какая здесь функция правдоподобия. Продолжение следует... Справедливо. Продолжение следует... Совершенно справедливо Вот такая у нас штука Замечательно Ну и соответственно Я могу быстренько написать логарифмическое правдоподобие Давайте я вспомню, что у могу кодировать как числа Соответственно, это дело я напишу так у и т логарифму Вот этой самой моей w CDF Плюс единица минус yt Логарифм Я это через плюс пишу просто потому, что либо только одно из этих слагаемых будет не нулевым Так, понятно, что я сделал Разумеется, историю я хочу максимизировать По w Ага С одной стороны Мы с вами сформулировали задачу логистической регрессии Да, вот Вот она задача логистической регрессии Модель такая При такой модели Вот мы дошли по методу По принципу максимального правдоподобия До задачи оптимизации Аналитически эту задачу оптимизации мы с вами решить не сможем Только численные методы решают логистическую регрессию Но вот решая эту задачу оптимизации численно Мы получим вектор весов Но давайте провернем тот же трюк Я здесь хочу увидеть эмпирический риск для какой-то функции потерь Давайте с вами увидим здесь вот формулу Единица делить на n Сумма от i равно от 1 до n И какие-то потери Так, сигнатура, функция потерь Какую сигнатуру тут должна иметь? Что является аргументами функции потерь в этой истории? На самом деле Немножко это давайте с вами почувствуем Что функция потерь Тут могла бы иметь Аргументы p и p с крышкой То есть есть какая-то правильная вероятность И есть какая-то предсказанная вероятность Вот тут я занимаюсь тем, что вероятность предсказываю Соответственно, вот эта штука У нее название лок-лосс Логарифмические потери И она имеет следующую формулу p на логарифм p с крышкой Плюс единица минус p на логарифм Единица минус p с крышкой Если кто-то из вас имел дело с кросс-энтропией На занятиях по машинному обучению То явно мы уже полезли в ту сторону На самом деле Вот сейчас уже просто время истекает У меня к вам будет соответственно Еще одно задание А именно задание Если вот эту мы воспринимаем Как функцию потерь То соответственно Как бы вы заполнили Четвертую строчку нашей таблицы Итого сегодня я вам предложил Написать следующее задание Одно задание было Это обогатить питон Выбором оптимального действия Если питон уже сайкетлен Возвращает нам В эти векторы Апостериорных вероятностей И второе задание Которое я вам предложил Это вот Разобраться С этим делом Подумать об этом деле Как о функции потерь И соответственно Внести эту функцию потерь В наш каталог Сроку задания Две недели Я в гугл-классе Это задание Как напоминалку В коротком виде Размещу Сдачу от вас Я ожидаю в результате Но где задание Напишите функцию Там я ожидаю функцию питона А где задание Просто дополните Здесь вы просто По человеческим языкам В текстовом документе Расскажете Что вы тут Предлагаете сделать Как плюс одну строчку Вопросы? Если вопросов нет Наше занятие окончено Давайте остановим запись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому